Добрый день. Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, преподаватель Красного университета. Отлично. И первый вопрос, как вам повезло, первый ваш вопрос самый короткий. Как стать марксистом? На этот вопрос уже в широком плане товарищи ответили. Я сейчас повторю вкратце и постараюсь более конкретно ответить. Чтобы стать марксистом, надо изучить основополагающие произведения марксизма, не просто изучить, прочитать, а таким образом, чтобы они стали вашими убеждениями. Это первое. И второе. Участвовать практически в борьбе рабочего класса. Значит, в каких произведениях марксизм изложен? Об этом уже тоже говорили. Я думаю, следует повторить. Итак, основное произведение марксизма – это капитал Карла Маркса. Основное почему? Предметом исследования капитала является капиталистический способ производства и соответствующему производственные отношения. То есть это экономика, это базисные отношения. И это первое. Второе. Вот есть такие крылатые фразы, что душой марксизма является диалектика. Ну как вот можно изучить марксизм, не постигнув душу марксизма? Я думаю, такое поверхностное. А где вот эта душа марксизма изложена? Тоже мы знаем. Компейнтинг диалектики – единственное произведение, где содержится компейнтинг диалектики – это наука логики Гегеля. Марс открыто объявлял себя сторонником и последователем этого великого мыслителя. И применил диалектический метод для исследования капиталистического способа производства. Ну вот в последнее время идут дискуссии, попытки напасть на гегельскую диалектику. Говорят, что Гегеля надо изучать не по Гегелю, а по неким учебным пособиям. Во-первых. Во-вторых, Гегель, вот он был идеалист, а мы материалисты, поэтому ни в коем случае нельзя читать науку логики Гегеля. Ну я в таком случае рекомендую, вот есть еще один великий мыслитель, Владимир Ильич Ленин, который науку логики прочитал в 14-м году, за границей. И оставил после себя конспект науки логики с пометками. Вот те, кто возьмут 29-й том полного собрания сочинений, откроют и прочитают вместе с Лениным, найдут великие и замечательные мысли. Как бы предвидя такие нападки по отношению к науке логики Гегеля, Ленин писал, что я стараюсь читать Гегеля материалистически, затем расшифровывает. Ну по большей части выкидываю боженьку и так далее. Вот я рекомендую, как читать науку логики Гегеля? По-ленински. То есть изучать Гегеля? Материалистически. Материалистически, да. Совершенно верно. Вы вот идете след за нашим рассуждением, и дальше Ленин пишет. А в чем, задают вопрос, а в чем суть диалектики? Сам в конце, то есть он ставит в конце своего конспекта, пишет слово, конец, ставит дату и пишет. Итог и резюме. Итог и резюме. Логики Гегеля, ее суть, это диалектический метод. И дальше пишет. В этом самом, причем слово самое он берет курсивом, как бы выделяет. В этом самом идеалистическом произведении Гегеля меньше всего идеализма и больше всего материализма. Противоречиво, но факт. Восклицательный знак. Берет такие большие прямоугольники, считает знак НБ, но это Б на замечание. Вот я рекомендую всем читать по-ленински Гегеля. Третье, где мы найдем еще марксизм? Это в полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина. Ведь Ленин был и ученый, и практик. Не просто практик. Ну а если тяжело людям освоить такое количество книг? Тяжело. Что делать таким? Очень просто. Вот полное собрание сочинений Ленина. Ленин не только был ученым, он был блестящим публицистом. Вот открывайте, есть сложные произведения, тяжелые, там, материзм, перекритицизм, развитие капитализма России огромный, то он вроде бы скучно читать. А есть блестящие публицистические статьи. Они читаются на одном дыхании. Вот вы откроетесь, начнете читать, и так это дойдете до конца, поверьте. Что еще? Нет, я сейчас закончу. Значит, дальше. Значит, что в помощь? Что в помощь? Пожалуйста, Красный университет, который у нас функционирует уже много лет. Это единственное на сегодняшний день учебное заведение, где в комплексе, в системе. Бесплатно и из любой точки планеты. Совершенно верно. Вот запись на этот год уже началась. Можете зайти. Ссылку мы разместим потом по записью. Записываем. Вот там первый год два семестра изучают. Наук логики Гегеля, капитала Маркса и произведения Ленина. А затем начинается самостоятельное изучение. Вот те, кто стали марксистами и хотят помочь рабочему классу в борьбе, пожалуйста, вперед. Значит, вот кто непосредственно, я тоже хочу повторить, это важная мысль, кто непосредственно работает на предприятиях, пожалуйста, каким образом реализовать свои знания, знания марксизма, ленинизма. Это заключать коллективные договоры, организовывать коллективные действия, создавать забастовочные комитеты, советы и так далее. Для всех остальных помогать первым, всемирно помогать. И еще одна мысль. Вот я вернусь к названию нашей передачи, называется «Современный марксизм». Ну вот современный, значит, мы должны быть современный, да? Вспомним одно из, так сказать, определений современной эпохи, данной Ленину. Это переход от капитализма к коммунизму во всемирном масштабе. Вот на сегодня у нас, я бы сказать, выделил две группы стран. Есть лагерь социализма, есть капиталистический. Вот есть страна, которая построила социализм. Корейская Народная Демократическая Республика. Вот там задача марксистов – это развивать социализм, идти дальше вперед. А вот в Китайской Народной Республике другая задача стоит у марксистов – это построить социализм. А вот во всех остальных странах, которые в силу ряда причин оказались на предыдущем этапе развития, да, в капитализме, ну что надо вот снова идти к тому, чтобы совершать переворот в капиталистическом обществе и строить социализм. Уже более длинные вопросы. В интервью на «Эхо Москвы» Орешкин сказал, что в США, возможно, будут преобладать левые идеи перед выборами. Бесплатное образование, медицина. Что это может означать? Я думаю, что такие заявления свидетельствуют в обратном, о том, что люди поверхностно совершенно не понимают, что такое левое движение или левое. Есть однозначное понятие или понимание, кто такие левые. Действительно левые. Не по названию, а по своей сути. Левые – это те, кто уступают за диктатуру пролетариата. Причем вплоть до полной победы коммунизма. В Соединенных Штатах Америки у нас диктатура пролетариата, там диктатура буржуазии. То есть они просто манипулируют и обманывают. Это одна сторона. Причем не просто диктатура буржуазии такая, когда наиболее реакционные, наиболее шамнистические круги американского финансового капитала во внешней политике применяют методы открытой террористической диктатуры. Но класс буржуазии тоже неодороден. Там две группировки, которые борются за власть. Одна называется демократическая партия, другая – республиканская. Вот, конечно, они должны привлечь на свою сторону, получить определенные голоса и вот подкидывают эти идеи. Но это одна сторона. Вторая сторона – все завоевания рабочего класса, в том числе американского, в других странах, всем связаны. Классовые борьбы. Поэтому все, что завоевано, высокие заработные платы, относительно частично бесплатное образование, восьмичасовой рабочий день – это итоги борьбы. И причем немаловажный фактор здесь сыграло – существование социалистической системы. Ну, вспомним маленький факт истории. Когда вдруг Международная Организация Труда вдруг там заявила, что вот надо бы на восьмичасовой рабочий день всех перевести. Когда, так сказать, в Советской России это было введено законодательно. Вот так я так бы ответил. Ну вот, в дополнение к этому, тоже как бы отдельный вопрос, но развивающий эту тему. Стиглиц призывает богатых делиться, в кавычках, через прогрессивный налог и тому подобное. Рассуждая на эту тему, на день ТВ Лепехин говорит о прогрессии капитализма. Вопрос. Есть ли в предложении Стиглица движение к коммунизму, или это тоже тактический ход капиталистов по сохранению статус-кво? Ну, давайте уточним, о чем идет речь. Очевидно, под прогрессивным налогом подразумевает... Налог на богатых. Прогрессивный налог, налогообложение, доходы физических лиц. То есть, у нас в России, так называемая, существует плоская шкала налогообложения, доходов физических лиц. То есть, получает товарищ 10 тысяч, платит 13%. Получает миллиарды, платит 13%. И таких стран буквально на пальцах одной руки можно перечитать. Все остальные страны имеют прогрессивное налогообложение. Вот вопрос. Это что, значит, такое? С чего это, так сказать, класс буржуазии, который находится у власти? Вдруг, значит, у своих же компаньонов, у своих богатых забирает большие средства. Что он, так сказать, народом хочет делиться? Да ничего подобного. Цель-то у них одна. Сохранить и укрепить свой строй и свою власть. Поэтому эти деньги забирают все у богатых. И куда они идут? Вроде формально, так вообще государственный фонд, да? Но потом они могут обратно себе вернуть. Да на самом деле это идут в общую казну, в общий кошелек класса капиталистов. И дальше государство буржуазное, оно же комитет по делам управления буржуазией, распределяет эти денежные средства. Прежде всего даются тем же капиталистам для того, чтобы произвести... То есть это капиталистический общак? Совершенно верно, можно так сказать. Хорошо. И последний для вас вопрос. Если люди производительного труда продают за зарплату рабочую силу, то что тогда продают интеллигенты и работники сферы услуг? Полное название понятия рабочей силы, совокупность, давайте вспомним, для слушателей, совокупность умственных, физических способностей, которые каждый раз человек пускает при производстве продуктов, товаров, то есть предметов. То есть производительный труд относится только к производству продуктов. Это непосредственное воздействие. Но много людей, трудящихся в том числе, участвуют опосредованно. Это раз. Во-вторых, кроме производительного труда есть непроизводительный труд, связанный со сферой услуг. Услуга – это какое-то полезное действие, оказываемое на человека. Поэтому рабочая сила – это понятие связано с производительным трудом. А что продают? Те, кто участвуют в производстве, они опосредованно. Инженеры какие-то, скажем, те же булотеранов. Врачи, бухгалтеры, инженеры. Опосредованно участвуют. А те, кто… Опосредственно, извиняюсь. А те, кто… Сферой услуг – врачи, учителя и так далее. Вот они оказывают услуги. Что касается заработной платы, скажем, работников в сферу услуг. Значит, национальный доход, то есть это вновь созданная стоимость, создается в сфере материального производства. И она делится на две части. Вот там, на производство. Одна часть идет непосредственно в рабочем виде заработной платы. Другая часть в виде прибавочной стоимости поступает капиталист. Это первичное распределение национального дохода. А затем идет уже вторичное, зрительничное и так далее. Вот через систему налогов, о которой мы говорили, попадает в этот, как вы сказали, капиталистический общак. И дальше уже идет деление. В том числе, оттуда поступают деньги на оплату труда работников, сферу услуг. Учителей, врачей, армии, полиции и так далее. Хорошо. Спасибо.